Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События пятницы в репортажах наших респондентов. Главные новости. Дистанционное обучение не будет закреплено на законодательном уровне. Депутаты парламента заверяют, что это временно. Школы вернутся к обычному формату работы. Тонировка, отсутствие госномеров, вождение в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу движения. Почти 200 правонарушений выявили сотрудники ГИБДД в ходе очередного рейда. По объему одно страусиное яйцо вмещает в себе 25 куриных яиц. Мы расскажем, выгодно ли разводить страусов в Карачаево-Черкесии, ведь один страусенок стоит, как один теленок. Артисты дома изучают. Не теряя времени на самоизоляцию, артисты Карачаевского театра разучивают роли новой музыкальной комедии «Директор Паник-2». По данным оперативного штаба Карачаево-Черкесии, по состоянию на сегодня 10 часов утра, в республике подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболевших 193 человека, двое из них выздоровели. 85 зараженных госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей. У жителей республики возникает много вопросов по дистанционному обучению, которое введено в школах, вузах и СУЗах на период самоизоляции. Эта мера временная и направлена на охрану здоровья и даже жизнь, успокаивают власти. Родители, учителей и учеников призывают проявить терпение и пребывать также в режиме самоизоляции и продолжить дистанционное обучение дома. Хочу довести до вас, что это все временно. Парламент республики не принимал и не планирует принимать никаких законодательных актов, устанавливающих дистанционное обучение на постоянной основе. Как только ситуация стабилизируется, вы все вернетесь в свои родные учебные заведения. Кто в школы, кто в сады, кто в колледжи. Ничего не может быть лучше очного обучения, когда учителя видят глаза учеников или студентов. Еще раз хочу подчеркнуть, что данная мера временная и действует до отмены режима повышенной готовности. Некоторые жители республики нарушают не только режим самоизоляции, но и правила дорожного движения. В ходе очередного рейда сотрудники ГИБДД выявили почти 200 правонарушений. Мадина Каракетова подробнее. Как рассказала вестям госинспектор отдела пропаганды управления ГИБДД по Карачево-Черкесии Лиля Гогушева, рейды направлены прежде всего на пресечение нарушений правил дорожного движения, в том числе и установление водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД задержали шесть нетрезвых автомобилистов. Особое внимание уделяем также выезд на встречную полосу движения, нарушение езды без государственных регистрационных знаков, с подложными государственными регистрационными знаками и так называемая тонировка. За так называемую тонировку к ответственности привлечены 57 водителей. 18 не пропустили пешеходов, 5 протоколов сотрудники ГИБДД составили за езду без госномеров. Немало и самоуверенных водителей не обдумано выезжающих на полосу встречного движения. Иногда это заканчивается плачевно. Вот буквально на днях произошло дорожно-транспортное происшествие. 19 апреля на 251-м километре автодороги Маякоп-Зеленчукская житель автомашины ВАЗ-2199, 31-летний житель станицы Старожевая, выехал на встречную полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил лобовое столкновение с автомашиной Лада Приора под управлением 26-летнего жителя микрорайона Московский. Произошло возгорание, 99-й водители и пассажир погибли. В результате ДТП пассажир Приоры, несовершеннолетняя, 2002 года рождения, от полученных телесных повреждений, скончалось на месте происшествия. Всего, по данным управления ГИБДД МВД Покорачева-Черкесии, за три месяца 2020 года на дорогах республики произошло 123 аварии, в которых погибло 19 человек и 169 получили ранения различной степени тяжести. И в то же время сотрудники ГИБДД отмечают снижение количества ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейды будут проводиться периодически во всех городах и районах республики. Указание министра внутренних дел Покорачева-Черкесии Александра Мельниченко. Убедительная просьба оставаться дома в связи с COVID-19. Если вы выехали вынужденно, то, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Проявите взаимопонимание, взаимоуважение на дорогах нашей республики. Помните, что вас ждут дома. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашебуков, Алий Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2, местами до минус 8. Днем плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 5, плюс 10. В Черкесске преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1. Днем плюс 17, плюс 19 градусов тепла. В северных и центральных районах ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы минус 1, минус 5 градусов. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, диван-деки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Это «Вести» в прямом эфире и мы продолжаем. Сегодня мусульман всего мира начался священный месяц Рамазан. Урозаи или же обязательный пост предусматривает отказ от еды и питья в дневное время. А также верующие не должны сквернословить. Мусульмане подают милостыню и занимаются благотворительностью. Пост предписан для всех взрослых, кто имеет достаточное здоровье. С началом священного месяца жители поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Это особенное время для каждого мусульманина. Время доброты и милосердия. В этом году Рамазан выпал на непростой период и тем ценнее его дни. Пусть он укрепит дух, очистит помыслы и намерения, придаст сил и мужества. От всей души желаю, чтобы Всевышний принял молитвы, благие дела и пост верующих. Не спасал в сердца и дома добро и благоденствие. Говорится поздравление. Другие вести. Сначала страусы появились у Эльбруса в верховьях Кубани, а теперь они бегают по берегам Зеленчука. Фермеры Карачаева-Черкесии получают новый опыт в птицеводстве больших размеров. Выгодно ли это дело, разбирался Руслан Куркмазов. Как вы решили завести страусов? На этот вопрос у хозяина этих птичек у Марагапоева душевный ответ. Ёкнуло, так скажем, и захотел завести. Обычно страусиная семья – это страус, глава семейства, и две его страусихи. Но у этой страусихи другая судьба. У неё есть глава семейства и молодой поклонник в заточении. Она приходит к нему и, как в шекспировской трагедии, перьями машет и даёт надежду на светлое будущее. На Зеленчукском побережье у африканских страусов всё по-другому. В тёплых странах страус сам заботится о гнезде, где его страусиха отложит яйцо. А на Северном Кавказе импозантный страус считает, что у страусихи должно быть своё гнездо, как невеста с квартирой. А потомство у страусов очень даже дорогое. Страусёнок стоит почти как телёнок. Выведенный птенец или страусёнок, ну, весит почти килограмм. Недельный страусёнок, в общем-то, может стоить 5-7 тысяч рублей. Страусы выгодны. Килограмм мяса стоит 600 рублей. На вкус, как нежная телятина. Поэтому блюда получаются изысканными. А как долго надо ждать, чтобы страус пошёл на мясо? Обычный забойный возраст страуса – это где-то около года. Потому что страус за год набирает тот рост, который вы сегодня видите. И сколько весит такой страус? Взрослый страус-самец – 120, 130, иногда 150 килограммов. В зависимости от того, наверное, как кормишь. И, конечно же, интересна себестоимость такого дорогого мяса. В среднем страус потребляет около 2 килограммов зерна. В день? Да, в сутки. В весенний и летний период, когда они пасутся, они могут на подножном корме, как говорится, с весны до осени. В прошлом году они у меня целые с весны до осени паслись. Я им ничего не давал. Но у страусов самое ценное – это не мясо. Бесценной является кожа. Из неё дизайнеры делают обувь, сумочки, кошельки и верхнюю одежду. Кожа стоит от 60 тысяч рублей. А из кожи одной птицы можно шить дюжину туфель. А пара мужских туфель стоит от 40 тысяч рублей. У страусов выгодно даже перья. Дизайнеры создают сумочки и свадебные платья. Но перья – вот ещё чем полезны. Из мелких перьев, которые на теле, из них получаются очень хорошие щёточки. Пользуются художники. Потому что очень нежное перо. И, видимо, они знают. Если заинтересовало страусиное хозяйство, вот полезный совет от опытного фермера. Чтобы у страусов не было стресса, на каждую семью необходимо минимум 30 соток земли. Эти птички не любят самоизоляцию. Им нужен простор для создания здорового потомства. По объёму одно страусиное яйцо вмещает в себе 25 куриных яиц. Но по стоимости оно в 5 раз минимум дороже. Вот это яйцо, которое гарантированно неоплодотворённо, стоит от 1000 рублей. Но если производитель даёт гарантию, что оно оплодотворено и страусят можно ожидать, оно может стоить до 2500 рублей. Руслан Куркмазов, Руслан Харченко. Страусиные вести Зеленчукского побережья. После завершения самоизоляции театралов ждёт интересная премьера. Продолжение комедии на карачаевском языке «Директор Бани», которая в своё время не только побила рекорды по сценическим показам, но и полюбилась и запомнилась всем, кто слушал её дома на аудиокассетах. Как будут дальше разворачиваться события в жизни сотрудников Бани и как готовятся артисты к премьере, узнавала Алла Динаева. С конца марта артисты Карачаевского театра находятся дома, но период самоизоляции проводят плодотворно и решили свободное время посвятить творчеству. Они готовятся порадовать зрителей новой постановкой, точнее, это продолжение истории, которую знают и любят несколько поколений людей. Комедия «Директор Бани» в советское время была сыграна более тысячи раз, но, к сожалению, запись спектакля сохранилась только на аудиокассетах. Работать над новой постановкой артисты Карачаевского театра начали месяц назад. Мы успели приступить к новой постановке, называется «Директор Бани-2». За этот период у меня в голове это вертелось давным-давно, но никак не мог собраться и написать это, потому что я хорошо владею этим материалом. И вот это будет спектакль, статирическая комедия, музыкальная комедия с элементами мюзикла. И я прибавил там несколько персонажей, распределил, отпечатали, и роли уже розаны артистам, и артисты дома изучают. Изучают и вживаются в образ своего героя. А те артисты, у кого главные роли и большие тексты, учат их наизусть, чтобы, когда завершится самоизоляция, прийти уже готовыми к постановке нового спектакля. Мы порепетируем, сошьем костюмы, и в скором времени состоится премьера музыкальной комедии «Директор Бани-2», рассказывает руководитель Карачаевского театра Руслан Гачьяев. Артистам, исполнителям главных ролей, у кого много текста, они уже придут, нам только остается по мизансерам разбросать. И этот спектакль мы выпустим обязательно. Все проходит, как сказал великий Соломон, и это пройдет. И это время пройдет. Дай Всевышний, и мы скоро, скоро будем так же работать, как работали раньше. Пока готовится премьера, жители свои любимые спектакли и комедии могут смотреть в Ютьюбе. Во время пандемии учреждения культуры продолжают интерактивную работу со своими зрителями и посетителями на страницах своих сайтов и социальных сетей. Можно посмотреть свои любимые комедии и получить порцию позитива. Аладдинаева, Алий Бастанов, Вести Крачево-Черкесия. Такой была пятница в Крачево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите только добрых вестей. Субтитры подогнал «Симон» Всем прибывшим в Крачево-Черкесскую республику из субъектов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо сообщить о своем прибытии в Единый информационный центр Крачево-Черкесской республики по телефону горячей линии 8 800 201 26 70. Все прибывшие должны избегать любых контактов с другими лицами и обязаны провести 14 дней в самоизоляции. Если вы знаете о других гражданах, прибывших в республику из территории с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, также сообщайте об этом факте по телефону 8 800 201 26 70. Уважаемые жители Крачево-Черкесии, соблюдайте все меры безопасности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции и оставайтесь дома.